Друзья, всем привет! С вами снова я, Алена. Вы на моем канале с психологом-нутрициологом. Сегодня мы с вами говорим про такую штуку, как интересно, как метилирование. Мы начинаем с вами говорить об этом и дальше под ваш запрос я готовлю вам некие ответы. 10 советов для продвинутых о том, как оптимизировать метилирование, я буду рассказывать. Есть много элементов, которые поддерживают правильное функционирование метилирования, то есть вашего организма. Вот как можно распознать, что у вас с этим проблема. Метилирование это предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний, рака, деменции, депрессии и других заболеваний, которые не могут распознать многие ученые и скомпенсировать. Что необходимо для того, чтобы ваше метилирование начало работать как нужно. Первое. Чашка овощей в день стабильна. Капуста, крест, салат, шпинат, горчичный лист, свекла и другие мы часто забываем. Далее. Витамины группы В. Если у вас есть проблема с группой В, и это иногда семена подсолнечника, зародыши пшеницы, В6, рыба, яйца, это В6, В12, йогурт из сырого козьего молока, В12, бобы и орехи, В6 и фалат. Это все очень важно для мужского и женского здоровья. Темно-зеленые листовые овощи, спаржа, миндаль, печень. И это все очень сильно работает на ваши внутренние органы. Уменьшаем сахар, уменьшаем консервированные продукты и работаем над тем, чтобы компенсировать витамины и минералы. Избегайте, старайтесь избегать кофеина. Потому что чрезмерное количество может разрушить группу В. Также избегайте лекарств, которые мешают метилированию. Дальше я уже говорила об этом. Оптимизируйте свою микрофлору кишечника, которая может усваивать. И для этого необходимо употреблять продукты, которые богаты пробиотическими такими веществами. Например, квашеная капуста. И необходимо также улучшить кислотность желудка. Вот небольшая история. Если временно кислотность желудка снижается, то происходит очень сильный дисбаланс. Теперь грамотно о том, чего нельзя делать. Нельзя сидеть постоянно на кофеине. Нельзя использовать свои ресурсы, когда вы в глубочайших дефицитах. Также необходимо работать с теми симптомами, которые у вас наблюдаются. Бывает это аутизм, бывает это депрессия, бывает это тревога, бывает это СДВГ у взрослого человека. И при неправильном метилировании идут вот такие жутчайшие состояния. Изначально это можно изменить при помощи питания и восполнении питательных веществ. Если у вас есть с этим проблемы, то необходимо очень сильно задуматься над тем, как себе помочь. И еще одна очень важная вещь это витамины и минералы. Например, витамин А улучшает биодоступность витамина Е, фосфора, холина, обеспечивает усвоение кальция, цинка, позволяет мобилизировать запасы железа. Супер, помогает усвоиться витамину Д, группе витаминов В, потенцирует биодоступность всех многих витаминов. Особенно для женщины это важна такая пангамовая кислота. Поэтому холин, витамин Е, инозитол, сера это все необходимые для кишечной микрофлоры вещества. Витамин В2 улучшает усвоение цинка. В общем, много-много вещей, которые вам необходимо знать для того, чтобы вы просто могли жить в долгосрочной перспективе, испытывая все то счастье жизни, которое может быть создано для вас, друзья.